Сегодня в Хельсинки спустили на воду линейный ледокол Мурманск. До конца 16-го года он пополнит флотилию спроектированных в России судов. Все они выйдут на маршруты в Балтийском море и в Арктике. Ещё два ледокола строят в Выборге. Репортаж Николая Васильева. На корпусе головного ледокола серии уже просматривается его название. Владивосток. Белой краской буквы выделят в последний момент. Хотя строительство судна вышло на финишную прямую. Ледокол готов на 92%. На вертолётной площадке зачищают сварные швы, в каютах монтируют оборудование и даже стеновые панели. Она уже полностью готова, покрашена. Потом снимается плёнка и всё уже. Панорамные окна капитанского мостика пока закрыты фанерой. Но пункт управления ледоколом выглядит вполне узнаваемо. Отсюда уже непосредственно ведёт свою работу в процессе эксплуатации судоводитель. Кирилл Латышев руководитель нового проекта. За основу были взяты ледоколы типа Москва и Санкт-Петербург мощностью 16 мегаватт. Их модернизировали так, что новые машины стали на 2 мегаватта сильнее предшественников. Кроме усиления корпуса увеличена мощность на винтах и увеличена цилиндровая мощность главных дизель-генераторов по сравнению с предыдущими ледоколами. То, что более лёд может как-то эффективно ломать? Да, всё правильно. Увеличена толщина льда до полутора метров, которую он может ломать на переднем ходу и до метра 30 сантиметров на заднем ходу. Такие дизель-электрические ледоколы смогут работать не только зимой на Балтике, Чёрном море или Дальнем Востоке, но и летом в Арктике. На Выборгском судостроительном заводе сейчас строят сразу три ледокола. Они выйдут в море в ближайшие несколько месяцев буквально один за другим. Верфь работает с 1948 года. Здесь раньше выпускали суда ледового класса, но чтобы ледоколы и три подряд такого в Выборге ещё не было. Рядом с Владивостоком, который уже на воде, идёт строительство ледокола «Новороссийск». Он пока на барже, готов чуть больше, чем наполовину. Сварщик Владимир Ипатов прокладывает магистрали для коммуникаций в будущем камбузе, судовой кухне и столовой. Самое-то главное, что для человека есть работа и стабильный заработок. «Новороссийск» — третий ледокол в серии. Чтобы сделать его как можно скорее, Выборгские судостроители, почти закончив ещё одно судно, «Мурманск», отправили ту машину для финальных мелких работ в Хельсинки. Кооперация российских и финских судостроителей не исключена и в будущем. Выборгский завод получил заказы на ещё четыре мощных дизель-электрических ледокола. Мы подписали контракт с Атомфлотом, оператором порта Сабета, на портофлот для Сабеты. Кроме того, подписан контракт с «Газпромнефтью» на два арктических ледокола. Строительство этих машин начнётся сразу после сдачи первых трёх ледоколов. «Владивосток» выйдет в море в июле, «Мурманск» — в сентябре, «Новороссийск» — в начале следующего года. Николай Васильев, Алексей Сосырин, Евгений Костин, Дмитрий Лукашевич. Вести. Выборг.